В следствии скоропостижной смерти Владимира Владимировича Путина и в ходе развала Российской Федерации 21 июня 2023 года в городе Сыктывкар вспыкивает сепаратистское движение Республика Коми «Единое и неделимое». Лидером движения становится 18-летний Акан Попов. На следующий день развертывается операция по штурму Сыктывкара, а ворону города поручили известному в то время полководцу Александру Ярулину. 22 июня сепаратисты переходят реку Сыселу до того, как это успели сделать правительственные войска. 23 и 24 июня войска сепаратистов атаковали наиболее слабые позиции с севера города, дабы атаковать с флангой в лоб для прохода в центр города. Правительственные войска в северной части города сдались в ходе активных боев, продолжавшихся два дня. С 25 июня начинается другая операция, вне Факана, предпринимаются вполне успешные попытки захвата центра Сыктывкара. 28 июня подразделения сепаратистов захватывают главные правительственные здания города Сыктывкар, но правительственные войска не сдаются. 30 июня правительство сдаёт позиции на юго-востоке и юге города, сепаратисты в том месте захватывают позиции почти без боя, правительственные войска окружены с трёх сторон, но до сих пор не сломлены. Тогда Александр Ярулин произносит последнюю в своей жизни речь. Мы должны одолеть новую угрозу, для нас это угроза, националисты республики Коми. Акон Попов думает, что Россию удастся сломить, но он ошибается. Мы отдадим нашей жизни за то, чтобы поставить Коми на место. Отдадим? Да! Ура! Смерть Коми! Смерть у Коми! 1 июля, день захвата аэропорта города Сыктывкар. Аэропорт был переименован в аэропорт имени Акана Попова. В ночь с 1 по 2 июля. Понимая, что им уже никто не поможет и осознавая своё безвыходное положение, Александр Ярулин танцует стрип в своём штабе и умирает. Сыктывкар захвачен. Остальные города самопровозглашённой республики Коми встали за движение сепаратистов без малейшего сопротивления. Было сформировано Коми-Зырянское национальное государство. Тогда Акан Попов, уже президент Коми, решает переименовать все крупные города республики. Согласно протоколу номер 1488, Сыктывкар переименовывается в Аканоград, в Оркута в Старые Аканы, в Ухта в Новые Аканы, а Печору в Нижний Аканск. Также по протоколу признаётся всеобщим культ личности Акана Попова. Россия продолжает разваливаться. Вслед за новоиспечённым Коми-Зырянским национальным государством появляется Королевство Гоги, правителем которого является Александр Маркаич Старший. Его наследником признаётся Александр Маркаич Младший, его внук. Далее провозглашает свою независимость Одинцовское княжество, основной противник Комии. Со столицы Водинцова образуется Воронежское ханство со столицей в городе Воронеж. Правительство ханства дружелюбно настроено по отношению к Одинцову. Вслед за Воронежем появляется Пахтунская социалистическая республика со столицей в городе Волгоград, переименованном в Пахтунск, в честь прозвища инквизитора Копра, правителя Пахтуньи. Одновременно с ней появляется Людиноцкое княжество, которое враждебно, как и Одинцова, настроено к республике Коми. Субтитры создавал DimaTorzok